Всем привет! Я Рита Муратова, и это мой канал на YouTube. И сегодня мы с вами продолжаем тему трендов. Вы знаете, у нас уже традиция, наступает новый сезон, или точнее он приближается, и мы с вами обсуждаем, что актуального будет в предстоящем сезоне. И сейчас будем говорить с вами о трендах сумок. Запасайтесь кофеечком, чаечком, печенечками, потому что будет много. По видео с трендами очков, на самом деле, вы уже могли заметить, что в целом, в зависимости от того, какой сезон появляется, какой сезон наступает, у нас количество трендов увеличивается. И в прошлом видео с трендами очков я видела, что многие писали, что, ага, по-моему, тренду во все. И на самом деле этому есть причина. Дело в том, что, как я уже говорила, у нас был отдельный вебинар под названием «Стилист будущего». Мы с вами обсуждали тренды будущего, что будет актуально, как к этому приспособиться. И отдельно был другой вебинар, связанный с трендами будущего. Вопрос в том, что мы понемногу размываем вообще вот эту нить и границу между трендами, между тем, что актуально и нет. Мы приходим к тому, что на самом деле актуально будет eventually, через какое-то время все сразу. И в зависимости от того, можешь ты что-то носить, нравится тебе это или нет, ты можешь носить абсолютно все, что угодно, и весь твой гардероб будет актуален. И мы избавляемся понемногу от такого понятия, как антитренды. Вы можете заметить, что на канале я перестала делать видео с антитрендами. Хотя, если вы помните, когда-то мой канал, возможно, и стал популярен в первую очередь, и его начали замечать благодаря этим видео с антитрендами. Тогда, я считаю, вообще обстоятельства были другие, и тогда действительно существовала четкая грань между тем, что давно вышло из моды, и так много было этих аспектов, которые можно было осветить. Сейчас, я считаю, что этих аспектов практически нет, мы уже обо всем пообщались. Повторять одно и то же мне совершенно неинтересно. Я считаю, что у нас потенциал тем, которые можно обсудить намного больше, действительно интересных, классных. И антитренды перестают как таковые в целом существовать, и такая перспектива будет в будущем. Поэтому сейчас еще существуют разграничения между тем, что новое приходит в моду, но многое из того, что я сейчас освещу, это хорошо забытое старое, потому что мы уже с вами говорили, что мода идет по маятнику. Со временем даже тренды перестанут как таковые новые появляться, потому что все, что будет появляться, допустим, на подиуме новое, это то, что было, ну, актуально два года назад, потому что мода учащается. И, соответственно, рано или поздно мы придем к тому, что актуально одновременно все. И в зависимости от вашего характера, от вашего настроения, от вашего образа жизни, вы носите и миксуете абсолютно все вариации одежды в своих образах. Но сегодня мы все еще говорим о трендах и актуальные сумки следующего сезона. Обязательно обсудим. Также хочу напомнить, что у нас продолжается регистрация на июльские потоки. Это первый раз, когда мы запускаем летние потоки курсов школы стайлист. Это потоки курсов персональный стилист. Это курс предназначен для тех, кто хочет стать персональным стилистом, получить как теоретические, так и, что немаловажно, практические знания в стилистике и выйти из этого курса уже человеком с полноценным образованием и практикой в этой сфере, то есть готовым специалистом. Дальше у нас есть курс повышения квалификации стилистов для тех, кто уже работает стилистом, хотел бы узнать больше и углубить свои знания. Те, кто учился у нас на базовом курсе и хочет, опять же, повысить свою квалификацию. И у нас еще есть курсы профессиональный блогер и стиль для себя, и все эти курсы у нас запускаются новым потоком в июле, 6-7 июля. Для регистрации на все эти курсы кликайте по ссылке под этим видео. Итак, первая сумка, первый тип сумок, о которых мы говорим, это сумки с цепями, и чаще всего это будут цепи достаточно массивные, потому что понятно, что существуют сумки на вот этой вот маленькой цепочке ручки. Нет, мы сейчас говорим с вами про утрирование той самой ручки. Она огромная, она заявляет о себе, она чаще всего с золотым финишем или серебряным финишем, но достаточно полированным, не приглушенным. Один из брендов, который в первую очередь начал прикреплять, я бы даже сказала, такие массивные цепи к своим сумкам, это бренд Bottega Veneta. Если вы помните, у них есть знаменитый такой уже достаточно пельмешек-пауч. Это клатч, достаточно объемный, куда помещается абсолютно все. И вот в одном из недавних сезонов, значит, Дэниел Ли, креативный директор этого модного дома на данный момент, решил просто не ходить далеко, взять тот же популярный продукт и добавить к нему интересную фичу, такую, как вот эта вот массивная цепь. Она смотрится достаточно интересно. За счет этой цепи сам этот пауч можно носить на плече, можно носить под руку и тогда эту цепь наматывать на руку или просто накидывать, чтобы это выглядело как некий аксессуар. Опять же, за счет этой цепи данная сумка даже в нейтральном оттенке будет смотреться достаточно заметно, ярко, и, соответственно, степень завершенности вашего образа повышается. Это значит, что меньше нужно аксессуара в целом, если вам хочется, употреблять в самом образе, и можно в целом использовать исключительно сумку, как главный, единственный акцент. Естественно, данный тренд перешел из люкса. Как обычно, это все происходит. Сначала у нас происходит показ, его просматривают, и далее очень быстро масс-маркет подхватывает эти тренды, поэтому теперь, конечно же, данные сумки можно найти практически в любом сегменте ценовом, по вашему желанию. Единственный момент, на который бы я действительно обратила внимание, это то, что данная цепь, она должна выглядеть хорошо и качественно. А вот именно с фурнитурой, например, у той же Zara большие проблемы зачастую. И их сумки с фурнитурой, я уже делала об этом отдельное видео, это как раз чаще всего самые дешево выглядящие сумки, поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на внешний вид, даже в масс-маркет ценовом сегменте или ценовом сегменте среднем, потому что внешний вид вот этой массивной фурнитуры должен соответствовать самому материалу сумки. Следующие актуальные сумки у нас стеганые. Вообще стеганный эффект, это, наверное, один из главных эффектов прошедшего и предстоящего сезона. У нас они были сначала в одежде, в верхней одежде, потом перешли просто на одежду, дальше на аксессуары, сейчас они на сумках. Это могут быть сумки любого формата. Сам стеганный эффект сам по себе, он предполагает, что это может быть сумка шоппер, это может быть сумка через плечо, на плечо, багет, какая угодно. Вот этот стеганный эффект, как любая текстура или объем, как интересная деталь, всегда повышает, опять же, завершенность снаряда. И все практически сумки, которые я сегодня буду освещать, это сумки чуть более интересные, чем базовые. А это значит, что когда у нас есть сумка достаточно активная, сама по себе, степень завершенности других вещей в образе мы можем смело снижать. И если вы, допустим, у себя в гардеробе замечали, что у вас достаточно много базовых нейтральных вещей, без надписей, без спринтов, без активной текстуры, например, базовые футболки, базовые джинсы, жакеты, бла-бла-бла, если вам хотелось слегка повысить степень завершенности ваших нарядов, но при этом не покупать больше именно вещей, то вот такие как раз интересные аксессуары, они будут идеальной деталью, потому что вот такая активная сумка, она в конечном итоге сможет, за счет того, что весь остальной гардероб у вас базовый, сочетаться абсолютно с каждым образом. Так что в целом это достаточно логичная покупка, если вы о таковой думаете. Следующий у нас тренд, это винтажного типа принт. Чаще всего, не скрою, он цветочный, чаще всего он не крупный, а мелкий, разноцветный. И этот принт мы помещаем на сумку абсолютно любого формата. Чаще всего это сумка структурированная, но может быть еще и сумка формой под винтажную в стиле 20-30-40-х годов. Что очень интересно, опять же, эта сумка сама по себе достаточно активная, соответственно, можем смело ее носить с какими-то базовыми вещами, но и, если у вас есть достаточно активные образы с принтом, с полоской, классической клеткой, всем чем угодно, вы можете добавлять данную сумку, чтобы еще больше повысить считаемость наряды, чтобы повысить его завершенность, потому что сочетание принтов, это один из способов повысить завершенность вашего образа. Что очень классно в таких сумках, это сумки, которые чаще всего выглядят как произведение искусства, особенно если они в какой-то структурированной форме. Соответственно, данная сумка, она практически вне времени, она очень женственная, сам по себе цветочный принт, он достаточно женственный и винтажный элемент тоже дает некий налет романтичности. Соответственно, если у вас в образе вы заметили, что чаще всего преобладают какие-то нейтральные вещи, или вы давно хотели в какие-то достаточно драматичные, или, быть может, грубые наряды добавить чего-то аккуратного, романтичного, но не цветочки, бабочки, каблуки и летящие платья, то вот такая сумка это прекрасный вариант, потому что вы ее смело добавили, убрали, захотелось романтичности, добавили. Убрали и добавили к чему-то достаточно пацанскому, например, какие-то рваные джинсы, футболка, кроссовки, и вот такая сумка как раз очень классно будет, как вкрапление нежное, балансировать весь наряд. И, как я уже говорила, в целом успешный наряд, его основная характеристика это в том, что у нее есть баланс нескольких сразу настроений, потому что если мы берем исключительно одно настроение, мы в результате рискуем создать скорее сценический образ, чем действительно носибельный наряд. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, если вам интересно, чтобы я сделала видео о том, как правильно создавать гармоничный образ, какие основные его компоненты, какие этапы. Если вам эта тема интересна, пишите в комментариях. Следующая наша трендовая сумка это сумка-мешок, точнее мешочек такой, чаще всего она еще затягивается сверху. Я бы сказала, что если разделить все эти две сумки на два лагеря, то эта сумка окажется в лагере менее практичных вариантов, тем не менее она очень аккуратная. Я бы ее выбирала не в среднем и не даже большом размере, а именно в мини-варианте в качестве вечернего аксессуара или же, как уже известная нам Кэрри Брэдшоу, в сочетании даже с дневными более или менее романтичными нарядами для того, чтобы легкий какой-то акцент сделать. Эта сумка классная тем, что она не структурированная, она достаточно мягкая, поэтому в достаточно собранных, серьезных, строгих, структурированных нарядах она будет играть смягчающую роль, что может быть важно, если в ваших образах обычно преобладают геометрические какие-то формы. Строгие четкие плечи, структурные юбки, платья, очень четкие линии, вещи, которые исключительно держат форму. Поэтому вот такой аксессуар может немножечко расслабить ваши образы и сделать их менее нарочитыми. Еще один прекрасный способ добавить вообще какого-то акцента в ваш наряд, это сделать сумку цветной. Я уже говорила, что на самом деле эксперименты с цветом очень опасны, если вы начинаете их, например, с портретной зоны. А портретная зона это у нас вот эта вот часть возле лица. Соответственно, если вы хотите попробовать какое-то, поэкспериментировать с каким-то цветом на себе, вы стартуете всегда с максимально отдаленных от лица центров. И самый удачный вариант это сделать можно через обуви, через сумки. Обувь достаточно часто сложнее, например, подобрать в цвете, который еще и вам нравится, потому что обувь обычно это очень специфический такой элемент гардероба, сумки, с ними очень многие экспериментируют, и я действительно советую начинать именно с сумок. Так что в этом сезоне очень не зря актуальные цветные разноцветные сумки, это может быть моноцвет на одной сумке, это может быть разнообразие цветов. Но самое важное, что нужно для себя вынести, это то, что таким образом вы можете очень спокойно имплементировать цвет в свой образ. Добавили, понравилось, оставили. Не понравилось, поиграли с чем-то другим. Ага, понравилось, можете идти дальше и, например, добавлять еще какой-то цвет в образ, плюс эту сумку. Соответственно, у нас уже появляется классный колор-блок, который может прекрасно работать лично для вас. И цветные сумки, опять же, могут быть в целой мириаде различных форм. Может быть, структурированная сумка, может быть, мягкая сумка, большая, маленькая, клатч, по вашему желанию. Но я бы начинала с сумки среднего или чуть меньшего размера, потому что, опять же, объемная сумка занимает больше процентов, в принципе, пространства в вашем образе. Дальше тренд, который с нами уже последние несколько сезонов присутствует, и я открою секрет, он в целом не исчезает, это тренд на оверсайз шопперы. Это очень, очень практичная сумка. Это сумка, которую я не попоюсь, могу посоветовать абсолютно каждой девушке, мужчине в том числе, если есть желание. Это сумка, которая безумно универсальная, в нее помещается абсолютно все, в том числе еда, ноутбук, с ней можно ходить на шоппинг, с ней можно ходить на продуктовый шоппинг, в эту сумку можно сложить зарядку от ноутбука, подгузники, все, что угодно. Спортивную форму с этой сумкой можно с утра выйти и провести целый день, и доставать, знаете, как фокусник из нее, там, зайчика, что-то еще, что-то еще, просто потому что она настолько объемная. Плюс шоппер не обязательно должен быть безумно мягким, он может быть достаточно структурированным, то есть это плотная кожа и хорошее переплетение ткани, и хороший крой. Соответственно, сумка держит форму и в вашем образе играет немаловажную роль. Этот шоппер может быть более объемным, чуть менее объемным, цветным, монохромным, более базовым по цветам, опять же, по вашему желанию, но такой шоппер по опыту, это один из важнейших элементов вашего сумочного гардероба, и в этом сезоне в том числе он очень актуален, и не бойтесь брать его в оверсайд-варианте, когда он занимает практически половину вашего тела, главное сохранять пропорции в образе. Следующие актуальные сумки у нас, и это достаточно, мне кажется, ожидаемо было, это плетеные сумки, всегда летом они возвращаются в той или иной форме, в этом сезоне они обычно в какой-то геометрической вариации у нас присутствуют, это могут быть сердечки, кружочки, квадратики, все что угодно, естественно, в том числе вот эти сумки традиционные, с которыми та же Джейн Биркин ходила, тоже присутствуют, в том числе шопперы плетеные тоже присутствуют, очень классно выглядят все эти плетеные шопперы по типу бренда, например, Луэвэ, с летними легкими весенними, в том числе платьями в цветочек, с каблуками, с кедами, и чем больше текстур, потому что на самом деле плетеная сумка, это очень текстурированная сумка, чем больше текстур в образе и принта вы будете сочетать, тем интереснее будет смотреться образ. Но, опять же, за счет того, что она плетеная, она всегда смотрится слегка мягко, ненарочитая, это, кстати, неудивительно, что именно поэтому многие француженки носят часто плетеные сумки, потому что, как вы знаете, француженки славятся своим желанием, по крайней мере, чтобы их образы выглядели расслаблены, так, как будто бы они не готовились и выбегали, и первое, что увидели, надели. Естественно, не так, но все они стремятся к такому расслабленному стилю, и плетеная сумка, это вообще один из основных элементов того, что француженки добавляют в свой гардероб. Следующий тренд у нас это сумки бокса, точнее сумки-коробочки. Они действительно выглядят, как какой-то сундучок или коробочка. Обычно это дополнительная ручка, за которую ты все это держишь. Эта сумка, скорее, носит декоративный, украшательный эффект в образе. Она менее практична, соответственно, такую сумку я бы сразу брала не в среднем, не в максимальном размере, а в размере мини-и, сочетала с какими-то интересными вашими нарядами, быть может, коктейльного характера на мероприятии, или же, опять же, как уже известная нам Кэрри Брэдшоу, с вашим будничным нарядом для того, чтобы чего-то интересного и неожиданного в образ добавить. Такие сумки, за счет того, что они структурированные, чаще всего носят какую-то форму арт-объекта, тоже вне времени. Соответственно, если вы такую добавляете в свой сумочный гардероб, она не выходит из моды, потому что, опять же, она выглядит как самостоятельное произведение искусства. Соответственно, и через сезон, и через два сезона вы смело достаете эту сумку и можете ее носить. Более того, на самом деле, один момент, который я, мне кажется, забыла упомянуть вообще в видео про Кэрри Брэдшоу, который очень мне всегда импонировал, когда я смотрела «Секс и город», я смотрю каждый год, я уже говорила об этом. Так вот, суть в том, что она не выбрасывала вещи, и она все вещи свои так или иначе имплементировала в свой гардероб. Она брала платье, которое она носила 12-20 лет назад, сочеталась с чем-то другим и опять оживляла его. Таким образом она, в том числе, кстати, показывала, как можно современно и на современный лад носить те или иные вещи, которые, казалось бы, вышли из моды. И еще один момент, который тоже, раз мы уже об этом говорим, я хотела бы затронуть, связанный с ней, это то, что она одновременно с этим очень часто, и в сериале это видно, она часто шопилась на секонд-хендах, в винтажных каких-то магазинах, и тоже, мне кажется, внесла серьезную лепту в пропаганду покупок на вторичном рынке. Так вот, вот эти сумки-ведерки очень смело можно покупать, не бояться, что они выйдут из моды, потому что они находятся где-то вне ее, в пространстве, больше похожем на арт. Следующий актуальный тренд у нас, это необычный дизайн ручек. Сумка с ручками, опять же, в виде некого производения искусства. Это очень интересная деталь, опять же, позволяет ваш основной образ сделать более базовым и добавлять такой интересный элемент. Однозначно, это один из трендов наименее практичных среди всех, которые я упомянула, потому что, во-первых, достаточно часто из-за того, что это очень активная деталь, эта ручка очень замечательная и может легко примелькаться, вещь может быстро вам надоесть. Соответственно, нужно дважды или даже трижды подумать перед тем, как приобретать такую сумку, особенно учитывая, что чаще всего самые красивые варианты таких сумок встречаются в люксовом среднем ценовом сегменте. Но, тем не менее, если у вас уже сумочный гардероб полон базовых сумок и все другие вариации вы тоже купили, возможно, стоит присмотреться к таким сумкам, которые тоже похожи на произведение искусства, потому что ручки там созданы практически в каком-то уникальном формате. Следующий тренд, опять же, кстати, видите, уже столько флешбеков с Кэри Брэдшоу у нас, это сумка багет. Это сумка, которую, наверное, одну из основных ассоциирует с Кэри Брэдшоу. Она тогда носила Fendi багет, и у Fendi есть конкретно модель багет, опять же, но, тем не менее, вариации этих сумок присутствуют абсолютно во всех ценовых сегментах, и в Zara она присутствует, и вообще вот этот вариант сумки, тренд, с нами уже последние два года, он не будет выходить из моды, поэтому смело, если у вас такой сумки нет и вы давно мечтали, можете такую приобретать, и я бы посоветовала, кстати, как никакую другую, именно эту попробовать найти в винтажном каком-то формате или на секонд-хенде, потому что вот этих сумок багетов из 2000 года, когда они стали популярны, осталось очень-очень много на винтажном рынке, и они в прекрасном состоянии, они выглядят просто замечательно, и я очень сильно рекомендую в первую очередь посмотреть на вторичный рынок, именно если вы ищете сумку багетов. Предпоследний тренд, я надеюсь, вы ищете там живы, значит, это у нас сумка Sfera, это, опять же, один из наименее практичных в нашем списке трендов, это сумка, которая реально выглядит как круг любого формата, даже я бы сказала, это же у нас не круг, если он 3D, то что он? Он шар, так, как шар, и это сумка, которая чаще всего, к сожалению, не помещает ничего из того, что вам нужно поместить в сумку, поэтому скорее это та деталь и тот аксессуар, который можно добавить, если вам хотелось бы поиграться с чем-то в вечернем формате, или добавить какой-то интересный вид минодиера в свой сумочный гардероб, а минодиер, мы с вами знаем, это формат клатча или сумки, который из плотного материала твердого создан, чаще всего это был в форме квадрата какой-то клатч, но в целом минодиер это очень плотный материал той или иной сумки или клатча, то есть, например, та же сфера, но пластиковая, может считаться минодиером, более того, бренд Chanel каждый сезон, когда он показывает новую коллекцию, выпускает один точно минодиер в интересном формате, безумно дорогой, но вот те, кто коллекционирует сумки Chanel, всегда за этими минодиерами охотятся, поэтому если вы уже, знаете, разбалованы абсолютно всеми вариациями сумок в этом сезоне, обратите внимание на сумку сферу, и последний тренд в этом сезоне, замыкающий, я бы так сказала, наш список трендов, это сумка-пакет, это сумка, которая реально похожа на пакет из магазина, такой одноразовый, пластиковый, форма полностью повторяется, вы продеваете ее, носите на сгибе руки, в руке, она действительно похожа на пакет, но фишка в том, что она исполнена чаще всего из какой-то материала, совершенно несвойственного пакету, например, кожа, какая-нибудь ткань, и на самом деле, очень стильно и классно может выглядеть данный вариант сумки, он достаточно практичный, мягкий, в него все помещается, он может быть очень базовым, поэтому смело в вашем интересном базовом гардеробе не очень стандартно может занять какое-то достойное место, и такая сумка, за счет того, что все-таки у нее есть некая геометрия, она не совсем мягкая, она может сочетаться в том числе с достаточно летящими легкими вашими нарядами. Напишите в комментариях внизу, какой из трендов вам больше импонирует, какой меньше импонирует, и что вы для себя подметили в сегодняшнем списке трендов сумок на лето 2020. На сегодня это все, люблю, целую, ваша Рита. Редактор субтитров А.Семкин